Во, вот оно, вот оно, волшебство. Не знаю, в комментариях там написано, что это последний выпуск. Не знаю, что это значит. Но последний выпуск сезона. Но там пишут в комментариях, говорят, вот это вообще трэш, вот это трэш. Трэш, это самый трэшовый выпуск сезона. Да, говорят, все там странные, что-то говорят, полицию надо было вызывать, там вообще что-то жёсткое. Ох, какая красотка. Вот она, вот она, героиня. Привет, меня зовут Арина, мне 16 лет. Интересная. Я живу в воде Китсана Стамбовской области. Блин, честно, за внешность ничего не хочется говорить, но... Что не так, Ань? Давай, давай, рискни. Но... Давай, рискни. Ты хочешь сказать, что она похожа на жен злодеев из последней Барби, которую мы смотрели мультик? Да, похожа. Похожа? Да, она из Барби, да. Много говорить о себе я не люблю, поэтому могу охарактеризовать себя коротко. Я ленивая, я ничего не хочу делать, я хочу постоянно лежать в телефоне. Блин, жёстко. В нашем скучном городе особо некуда. В Кирсанове нет ни кафе, ни торговых центров. Поэтому моя мечта с детства переехать в столицу. Москва большая и красивая. Там возможности больше, там здания большие. Там вообще на каждом шагу есть магазин. Да всё нормально. А ещё я представляю, какие в Москве крутые тусовки в ночных клубах. Ведь зависать я люблю. И когда в Кирсанове проходят дискотеки, я забываю свои линии. О, типичный клуб Москвы. Да, типичный клуб. Вообще, видно, клубная жизнь москвичей. Нет, почему москвичей? Ну блин, ладно. Она же из Кирсанова. Да, она в Кирсанове пока что. Первая. В дискотеке это весело. Блин, у нас было похожее место. У нас было похожее место. Ты заходишь внутрь, идёт лестница, коридор с кабинетами. И в коридоре бар с тусовкой. И там, короче, наливали пиво даже 14-летним. Нихуя себе. Да, там было жёстко. Ну вот она тусила, наверное, в автобусе. И куча народы, познакомиться есть с кем. Там можно оторваться и забыть вот просто всех комплексов. И всё из-за школы. Вот школа, это вот самый больной момент для меня. Меня и учителя обижали. Одноклассники, это вообще от нас. У нас был мальчик Данил. Он меня постоянно бил. Жёстко бил. Жесть, Данила, вот сейчас. Я пыталась сначала понять, за что меня так ненавидят. Ведь я ничего плохого не делала, никого не трогала. Но потом поняла, что подружиться с одноклассниками не получится. Потому что я всегда говорю, что думаю в глаза. И им это не нравится. Мне просто нужно уметь себя защитить. Именно поэтому я записалась в секцию по самообороне. Жесть. Она прям как в кино мыслит. Нормально, думаю, научится втащить ко мне. Самоборона, да. И меня стали все бояться. Я начала не молчать, а уже *** давать. Мама же не могла защитить меня перед одноклассниками и учителями. Первое время, когда я жаловалась ей, она приходила в школу, говорила с учителями. Но потом она вообще мне сказала, что я сама во всем виновата. Парень провокатор. То, что учителя просто так с пустого порожного не будут переливать. Да, конечно. Она сама прогуливала в школу, была себя плохо. Ей там было неинтересно. Страшно. Я говорил, что они под конец сезона что-нибудь там подготовили. Что-то безстремное. Она там осталась. Мою маму зовут Наталья Александровна. Ей 37 лет. Она всю жизнь работает продавцом. Такая молодая? Зарплата у нее 60 тысяч рублей в месяц. Для нашего города это считается много. У меня отношения с мамой всегда были плохие. Я не чувствовала от нее поддержки и заботы. Ну, мама меня оскорбляет. Она иногда говорит то, что я там плохая, то, что я некрасивая, что я страшная. Может быть, у нее ненависть из-за того, что я похожа на отца. Прикинь, ее булят одноклассники, учителя, мать. Там еще булят, да, да, да. Мама с папой развелись, когда мне было 4 года. Но я помню, когда отец жил с нами. Это было ужасное время. Родители выясняли отношения на моих глазах практически каждый день. Смешные неразятные фотки. У меня детство вот то, что вот все в побоях. Все в крови. В крови, ни хуя себе. Он поднимал руку на меня, мог поднять при детях. Я собралась детей и ушла. Моего папу зовут Дмитрий Витальевич. Ему 36 лет. Он сейчас живет в Тамбове. И у него другая семья. После того, как родители развелись, мы с отцом не общались. Но пару лет назад, когда я сильно поругалась с мамой, я решила на зло ей уехать к нему жить. Реально. Ну, когда я приехала, он мне нет. Там еще вроде парнишка будет. Пушка говорит. Парнишка будет тоже из такого же разряда. О, черт. Тут вообще будет жесткая, блин. Иксмены. Несмотря на то, что папа обижал маму, да и фактически наплевал на меня, я всегда мечтала о полноценной семье и об отцовской любви. В моей жизни должно быть морское внимание, защита, опора, который мог бы сходить и заступиться за меня. Я даже завидую своей младшей сестре Алине. Я знаю о нем только его имя и все. Мама мне про него ничего не рассказывала. Мне бы не хотелось о нем ничего знать. Алине 14 лет. Она учится в восьмом классе. У нас с ней отвратительные отношения. Она зануда и ябеда. Но маме это нравится. И она говорит, чтобы я бралась в нее кумер. Она у нее взгляд такой, знаешь, типа... Такой тяжелый у нее взгляд, кстати. Ну, такой, да, как отрицательный персонаж. Она все время стучит маме такая вся. Как будто из Волкин Деда. Моя сестра злая, невыносимая. Я ее терпеть не могу. Посмотри на сестру. Она и учится, и профессию себе выбрала. Ты посмотри на нее. О, с беляшом лежит. Ну, она учится, и хорошо, пусть учится. То есть, как бы, если Алина учится хорошо, это не значит, что она добьется чего-то в будущем. Не знаю, в десяток поступит и оттуда очистит. Она будет дом лежать, мои мозги ей выносить. Вот тогда мама поймет. Особенно часто приводить Алину в пример, мама стала последний год. Я почему-то смешит ситуация. Не знаю, почему, что она с беляшом лежит в кровати. Почему? Не знаю, почему. Ну, это странно с беляшом лежать в кровати, конечно. Ну, как будто, знаешь, показывают там фильмы «Американские подростки». И тут русский подросток, типа, с беляшом такой лежит. Не знаю, где-то вот там смех у меня вылазит. До сих пор не может мне простить, что я после девятого класса не захотела учиться дальше и забрала документы из школы. Я почувствовала облегчение, что все, что наконец-то я закончила. Ура! Которая не могла терпеть столько лет. Вступить в колледж внутренних дел и стать полицейским. Но с этим у меня не сложилось. Мне надоело готовиться к нормативам. Полицейское внутренних дел. К физкультуре, ко всему. Кучой вообще к этой долбаной. Я считаю, что... Физкультуру не вывезла. Я считаю, что... Да, физкультура. Самое простое, что можно вывезти. Факт. Я никогда не занималась физкультурой в Шараге. Все время сидела просто. И потом заканчивался, короче... Ну, как это называется? Ну, да, да. Учеба. Потому что заканчивалась учеба, да. У меня везде двойки одни. Ну, короче... Ого-то какая! Ого-путевая, да. По физкультуре. Осуждаю. Да. По физкультуре двойки. Потом я прихожу уже в конце, короче, вообще выход уже из колледжа. Надо сдавать экзамены. И я к нему прихожу, он мне дает задание... Прескачать! Да, прескачать там, куда-то лезть, что-то там делать. Я все это делаю. Он говорит, нихуя себе, ты конечно крутая. Че-то я ошибался в тебе, да? Да, да, он такой, че-то я ошибался в тебе и поставил мне пять. В году? Да, я... А как двойки перекрыл он? Я не знаю. Он аж страницу вырвал, наверное, от злости. Пятерки. Ну там не двойки, просто я никогда не занималась. Типа я такая считалась непутевая. А у меня везде были двойки, а там чисто такой ряд пятерок аж не влазил. Ого, ничего себе. Она там уже говорит, когда это все, блять, пять, иди нахуй. Да. Заебал, курить у меня тут на физре и побеждать, блять. Побеждать? Не то, чтобы я побеждал, но всегда в первых рядах был. Заспредранила, да. Включился? Хватит. Итак, сойдет. Теперь я сижу дома и ничего целыми днями не делаю. Только время от времени хожу на дискотеке. И постоянно ругаюсь из-за этого с мамой. Опять пришла с дискотеки. Ого. Да. Ты что дверь ломаешь? Я не ломаю, а постучалась нормально. Постучалась нормально? Ты где была? Гулял. Короче, она с приколом. И поэтому ее все буллит, и она всех бесит. И в семье, и все, ну, короче, не эмпатичная семья. Не гуляй дальше. У меня вот это вот порой даже раздражает. Хочется ей сказать, что куда ты лезешь, это моя жизнь. Ну, вообще она мыслит нормально достаточно. Пойдет. Пока что. Ну, да. С чувствами делится. Никак вообще не влияет ничего мое ругание там, наказывание. Она считается взрослым. У собаки лапа поломанная. А ведь я действительно уже взрослая. У меня даже парень появился. Коля. Коля. Это Коля. Ему 24 года. У нас с ним очень романтическая история знакомства. Он просел ко мне в маршрутке и начал заигрывать. Очень романтично. Ну что, не смотрю. Красивый. Ой, а даже, нет, ну, харизма. Блядь, что с Коля? Коля как будто клопы покусали. Харизма мне почему-то его чуть-чуть напомнил этого чувака, который в Денди играет на этом. А, киноман, да. Да, красивый Волода. На Ютубе есть киноман. Типаж вроде хороший. А вот мне Коля изначально не понравился. Чем-то он страшный. Блин, лучше бы они сняли, как он с ней заигрывал. Да, да, да. Это было бы вообще имба. На самом деле он страшный. Но Коля сразу узнал у меня номер телефона. На самом деле он страшный. Начал постоянно звонить мне. Комплименты говорить. Иногда мы виделись. Он дарил цветы, ухаживал. И я сама не поняла, как, но влюбилась в него. Потом он для меня стал красивым. Так она еще такая ЧСВ-шненькая. Да, вообще, что-то мне кажется. Такая, блин, он еще чуть-чуть не красавчик, блин. Выбирать не приходится, знаешь, в этом случае. Ему удобно. Меня понесло. Каждый день хотела с ним видеться. Коля работает в Москве. Занимается проектированием офиса в банках. Зарабатывает около ста тысяч рублей в месяц. Нормально. График у него две недели рабочих и недели выходных. На свои выходные он приезжает в Кирсанов. И мы гуляем вместе. Правда, недолго. Потому что он всегда уезжает домой к маме. В поселок Балыклей. Это час. Балыклей. Бля, реально, как американская история подростка. Балыклей. И мы там лежим, пилеши ем в кровати. Нравится мне там жить все. Хорошо, удобно, весело. Мамари также рядом. Ну и там родственники тоже. Балыклей. Балыклей. Орал на детей. Извините за выражение. Обзывал и по-всякому. Мы путалами вроде. Мы путалами? Рады тому, что он просто от меня ушел. Ну, поначалу мы вроде с ним общались нормально. К нему в Москву приезжал. С ним там гуляли. Новый год даже справляли иногда. Вместе. А потом что-то как-то... Общение. Поселок Слей. Поселок Слей, гирл. Усугубилась. Из-за личного недопонимания. А вот с мамой у Коли прекрасные отношения. Он постоянно спешит домой, чтобы ей во всем помогать. Это, конечно, правильно. Но мне хочется, чтобы он больше времени проводил со мной. А еще меня бесит, что Коля меня со своей мамой не знакомит. Я не понимаю, почему Коля не знакомит меня со своей мамой. Ну, не знаю, может, он меня стесняется. Может, он стесняется. Ну, как-то не особо. Я уверен, что навсегда эта девчоночка со мной. Поэтому я особо не готов с мамой знакомить. Зато со своей мамой я Колю познакомила сразу. И он ей даже вроде понравился. Ему 23? 24. Жил славно с ним изменил, стал спокойнее. Ну, у всех есть парни в этом возрасте. И я разрешила. Но вот последнее время у нас с Колей отношения испортились. И вот уже как месяц он даже не приезжает в Кирсанов. На выходные остается в Москве. Меня это жутко бесит. Да, что звонишь? Ты что трубки с меня перестал брать? Заня, дела? Трубки перестал брать. Ты вообще, ***, я соскучилась. Я боюсь, что в Москве у Коли появилась другая баба. Что мне придется воевать за него, опять добиваться его. Да. Я готов пойти на все, чтобы он был со мной. Может, Коля, конечно, и решил меня бросить. Но у него теперь сделать это так просто не получится. Я жду от него, ребенка. Жесть! Респект, девчуля! Это жесть, ребят! Уже через неделю после знакомства мы с ним занялись любовью. Для меня это было впервые. Это было еще как-то... Через неделю после знакомства она сказала, что он ей не понравился. Нет, ну она говорит, что это... Ну и что, говорит. Уже за через неделю сдалась. Типа, в ней понравился, ну ничего страшного, ничего делать. Как-то мой слава, знаешь? Ну и она там, смотря, она вот так сделала, так... Вот, смотри. Да, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это было впервые. Это было все как-то спонтанно. Как-то мы целоваться начали и постепенно... Ну и я заулыбалась. Я не помню, как это случилось, но я оказалась везде. Напиши Арина плюс Коля, прям на любовь. Он говорит, я уже не помню, как я отказалась раздетой. Прям как цыганина выданье на ковре. Ну нет, как Джарахов в мусорном контейнере сексом занимался нормально. Ну точнее в мусоропроводе. Ничего, он хвастается всегда этим. Все отлично. Типа, мне 16 лет. Вот. Смотрите подкасты Джарахова. Узнаете, где он сексом по помойкам занимался. Как там проституция, все дела, как это весело и круто. Потом подумал, ведь 16 лет это как-никак уже тоже человек взрослый. И у самого есть голова на плечах. Где вообще надо это не помочь? Обдумать это решение. После того раза сексом мы стали заниматься при каждой встрече. Маме я, конечно, не рассказывала о том, что больше не девочка. Ведь я ей обещала, что ничего серьезного между нами с Колей не будет. Как будто их клопы наши с дивана должны съесть. Так я и говорю, такое ощущение, как будто он клопами покусанный. Такое ощущение, как будто они клопы. Поэтому ей знать об этом не... Вот эти два, которых мы тут и поймали. Да. Обязательно. Тем более, что мы сразу решили не предохраняться. Правильно. Он отказался использовать презервативы. Правильно. Он не хотел этого. Он говорил, что с презервативом больно. Больно. Что неприятно, ощущений каких не будет. Ну, я как-то... Он уже знает. ...предохраняться особо не люблю. Мне это не нравится. Никогда их не использовал. И даже в дальнейшем не собираюсь. А я и не настаиваю. Вот она мужик. На самом деле, я очень хочу... Вот он прям знает, что от жизни хочет. Да, да, да. Он прям уверенно в детстве, видимо, уже когда-то решил точно. Блин, это какой-то трэшовый выпуск. Реально, я в шоке. Да не, неприятненький. Вообще, прям какой-то... Вот тут чуть-чуть поташливает почему-то. Стоит. Да, да. Коля с семьей. И родить от него ребенка. Я планирую то, что я забеременею. И буду жить с Колей. Мы поедем в Москву. Будем жить в своем доме, в своей квартире. В какой-нибудь работе. Сначала у меня ничего не получалось. Но вот уже около двух недель, как у меня... Ну, кстати, это самые богатые люди за все предыдущие выпуски. Почему? У него зарплата столько сарей. А, у него столько сарей, да, зарплата. Да, да. С работы не будет проблем. А еще я вдруг стала какая-то слишком нервная. У меня постоянно стали слезы. Там, у меня обзовут ищат плакать. Дальше еще хлеще. Я почитала в интернете, что задержка и перепады настроения верный признак беременности. Вот, отлично. Поэтому не стала ничего ждать. А просто купила тест. Сделала его и увидела долгожданные две полоски. Прям долгожданные? Все, я добилась. Все, Коля, мой будет. Все, я беременна. Все, я добилась. Коля будет мой. А вот Алинка была дома и заметила, что я чему-то радуюсь. Покажи. Покажи. Бориш, ты че... Тебя мама убьет. Не убьет, не умничай. Я не умничаю, просто... Не умничай. Да, может, ты... Актерочка пошла. Еще посмотрим. Я считаю, что решила... Вот это жесткая. Куда у нее внешность такая? Она как леви из «Атаки титанов». Да, да, да. Взгляд жесткий прям максимально. Потому что ей всего 16 лет. Какая беременность? Ну, куда она смотрит? Она еще не готова стать мамой. Сама ничего не понимает. Я, конечно, понимаю, что мама меня просто убьет. Поэтому я ей пока ничего говорить не буду. Больше сейчас я переживаю из-за реакции Коли. Ведь он пока ничего не знает о беременности. Пытаюсь ему дозвониться, но он сбрасывает звонки. В Кирсанов он уже почти месяц не приезжает. Небось, с каким-нибудь дружком в Балаклее тусуется. Понятия не имею, как мне теперь с ним связаться. В деревне, забыла уже. Да вот, думаю. Вот, друг. А друг нормальный чел вроде на вид пока что. Надо решать эту проблему. Типа, разойтись по-мирному. Ну, я свободный человек, привык сам все делать. Я свободный человек. От презерватива свободен. Залетела, я пошел гулять, нахуй. Ушел из семьи. Свобода стопроцентная. А мы там познакомиться. Ну, кстати, это Дэррелл в реальной жизни. Дэррелл в реальной жизни, кстати, на Дэррелл похож. Да, да, Дэррелл в реальной жизни, вот он такой же боевый. У него такая оборотка отвратительная. Дэррелл. Когда мама пришла с работы, Алинка, естественно, сразу же на ябедничала. Я понимаю, что мама все равно бы узнала, но хотя бы не так быстро. И у меня было бы время собраться с мыслями и что-нибудь придумать. Я не понимаю, почему они так по-разному выглядят. Мы как будто азбуку смерти какую-то смотрим. Да. Как будто сейчас какой-то лютейший трешак начнет происходить. И что делать теперь? Азбука смерти. Дайте это сумку по голове. Рожай, что делать. Ты что, с ума сошла? Нет. Тебе 16 лет? В 16 мам тоже рожает, и ничего не случается. И воспитывают, и все. Ты вообще как собираешься? И все. Ничего нету, ни образования, ни мозгов, как оказалось, вообще нет. Мама, рожу и воспитаю. Ради, воспитаю, но чтобы была одна полоска. Да. Нет. Я тебе все сказала. Ради, воспитаю, чтобы была одна полоска. А я сказала, не будет. Пойди сюда, я не договорила. Все, а до свидания. Да что я, слушать мамку это было? Я ушел, и 16 лет. Какие дети? А ну, сама еще ребенка. Если честно, я вообще не удивилась маминой реакции. Я знала, что именно так все и будет. И это она еще не знает, что Коля не выходит на связь. Не хочу ей пока говорить, и так проблем с ней хватает. Коля свободный. Два часа, мама меня не трогала. Но потом пришла в комнату и сказала, что хочет серьезно поговорить. Ура! Ариш, как так вообще получилось? Ну, там, писка. Ну, вот так, захотелось мне детей. Вот так вот получилось. С писькой. Ты понимаешь, что ты всю жизнь себе испортил? Да поэтому, я думаю, надо сделать аборт. Никого вам не будет аборт. Все, иди отсюда. Нет. Я тебе сказала. Кстати, первый выпуск, где за аборт начали втирать. Да, да, да. Я говорю, вот в старом стильке выпуск. Нормально. Да, завтра. Завтра в больнице набор. Не пойдем в какую-нибудь. Разговор окончить. Я против аборт, потому что это живая жизнь. И убить ее... Да, согласен. Жизнь живая. Возьмешь ножку и зарежь человек. То же самое. Зигота тоже человек. Я не вижу, чтобы был в 16 лет. На себе майку такую сделаю. Какую? Зигота тоже человек. Ну, ой, господи. Хватит уже за зиготы этой. Это будет зиготка. Такая маленькая. Реальную величину будет. Тебе на спине надо. И на спине будет большая зигота. Растянутая хорошо. Это будет мой мерч. А второй мерч. Бомж, который сгорел. Кто виноват будет написано сверху над бомжом? Кто виноват? И снизу. Маленькими буквами. Бомж, который сгорел. Нет, это просто вопрос. Кто виноват? Это философская тема. Матерью, тем более Коля, быть отцом. Я не вижу их родителей. Сияю, сияю. Я вижу один вариант. Это обод. Я считаю, что это нормально. Мне все равно, что говорит мама. Я решила рожать, значит, буду рожать. Ну и правильно. Она же должна решать, а не мама. Я поняла, что мама от меня не отстанет. Поэтому утром я встала раньше всех и по-тихому смылась из дома. Пусть мама сама идет в больницу, если хочет. Они в коммуналке, что ли? Я звонила подруге Веронике и договорилась с ней о встрече. Я беременна. А мама с Коля что сказали? Мама на аборт, как всегда, отправляет. А Коля на связь не выходит вообще. Мама на аборт, как всегда, отправляет. Это уже не первый случай. Типа, ну повседневная жизнь. Мама, как всегда, блин, на аборт гонит. Блин, все как всегда. Знаешь, я поддержу сторону твоей мамы. Блин, молодец. Поцелу поддержала, спасибо. Мне вот, честно, на данный момент... И на этот раз мне повезло. Ура! Ты когда приедешь? Мне надо с тобой поговорить. Ну, я... Как раз завтра на поезде в 12 буду... Я беременна. Я тоже хотел поговорить как раз. Хорошо. Ну-ка, ну-ка. Я верю в то, что завтра... Он едет ей сказать, что он расстается. Да я тоже так думаю, что... Не, он сказал, он сказал. Он говорил, я расстану с ней. Я типа вольный чел. Я свободный. Ой-ой-ой. А она идет сказать, что она беременна. Сейчас пересекутся интересы. Да. Когда мы с ним увидимся, он будет рад беременнесть моей. Я ему об этом скажу. Он будет счастлив. О, да. Будет он счастлив, блядь. Вечером я рано легла спать, чтобы не пересекаться с мамой. А утром опять убежала и сразу поехала на вокзал. Еле дождалась 12 часов. Как же я по нему соскучилась. Ну, что ты меня не слушаешь? Он обнимается, да. Он обнимается, да. Так. Что случилось? Серьезный разговор. Ну, подумал, расстаться надо, что ли. А то как-то ничего не получается. Ты серьезно? Да. Серьезно? Да. Я с тобой сама хотела поговорить. Блядь, страшно что-то. На, смотри. И? И что это? Тест на беременность. Не видишь, что ли? Давай без этого не толкайся. Мне не нужно сидеть. Блин, ну актеры слабенькие. Да. Тестивил. 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 Все. Ну, можешь забрать и на похвал себе оставить. И родить. На похвал? На нахуй. Ебать выпуск, конечно. Мне так и смесило у меня. Злость. Агрессия на него. Я его хотела убить. Прямо на месте. Типа какой ребенок? Типа над самими подняться. Спиро потом уже ведь. Пришла с предъявлением. У него логика железная. Но он еще не знал, что она беременна. Он уже с ней готов расстаться был. Да, да, да. А тут говорит, надо нам подняться. Ну какой ребенок? Надо самому подняться сначала. Да, самому, блядь. Без нее. Ну какой презерватив? Больно в нем. Ну она все это закрутила. Пусть сама и разбирается. Сама еще ребенок. Еще. Логика максимально простая. Сама еще ребенок. Пусть там разбирается. Блядь, это пиздец какой-то. Не в мою вахту, так сказать. Неохота. Неохота. Шайму, наверное, пригрозят. Что скажет мама? У меня просто опустились руки. И я начинаю думать, что возможно мама была права. Я сейчас с Колей разговаривала. И че? Надеюсь. В общем, он в меня тест кинул и ушел. И че теперь делать? Да че угодно уже можно делать. Мне все там. Ребенка иметь норм для него, значит. Че, почему? Ну он же говорит, да сама еще ребенок. Пусть разбирается. А, да. Не, там вообще логика отключена. А он ее трахает ребенка этого. Я знала, что так все повернет. Вот вообще на него я не рассчитывала. Вообще никак. Я не знаю, что мне на данный момент делать. Потому что я осталась одна. Сейчас я уже, по-моему, и об оборте в какой-то степени. Чтобы мне что сделать аборт. Аборт в какой-то степени, чтобы сделать аборт. Потому что я не нужна. Красота. Ночью я вообще не спала. Все время плакала. Мне очень обидно, что Коля так отреагировал. И что бросил меня, несмотря на беременность. А еще я поняла, что все равно хочу родить этого ребенка. Правильно. Так. Так. Я еще уверен, что канал уговорил. Канал, думаешь? Хотя они, наверное, в таком раннем... Или как они понимают? Насколько рано они начинают их снимать, интересно? Вот это да. Я тоже задаюсь этим вопросом. Либо вот это уже после родов все снято. Ну, может быть, да. Может они снимают вот перед родами прям начинают? А после родов вот снимают, что было якобы. Вот это при межуток. Но у вас два плодных яйца. Оооо, что это за хайп? Ну, вообще повезло. Что значит, это двойня? Блядь. Да, действительно, у вас двойня. Ебать! Джек, вопрос. С размером эмбриончиков у вас час 8-9 недель. Сердечки обоих эмбриончиков бьются. И соответствуют менструальному сроку. Кошмар. Кошмар. Я чувствовался виноват перед тем, что вот я аборт, что я хотела заставить, делался. Двоих детей я чуть не убил. Ого! Ну что? Вот я бы такой же сидел. Я бы вот так стоял возле стены, потом вот так. Долго, много лет. Выгрались? Нет. Двое детей. Что ты теперь делать собираешься? Воспетывать, простить. Все, я не хочу с тобой разговаривать. Я... Я... Я задумалась, как я теперь... Одна с двумя детьми. И мне стало страшно. Мама, конечно, продолжает меня пилить. Но про аборт больше не заикается. И я, несмотря на весь ужас ситуации, решила рожать. Правильно, я за, ты как? Я тоже за, однозначно. Правильно. От рожать. Трудно поверить, что у меня уже скоро закончится... Ай, серьезно? Ну, если серьезно, это пиздец. Тут даже сказать нечего. Ну, а кто будет спасать человечество от вымирания? Ну, да, если не они беременны в 16. Ну, по факту, если серьезно. Ну, да. Аборт? Да, вот так вот, ребят. Местер беременности. Чувствую я себя паршиво. А вы? Так как у меня... Я лично доверяю этим людям наше невыбирание. Наше будущее, да. Наше будущее, да. Начался токсикоз. Меня воротит не только от самой еды, но даже от ее запаха. Коля не появляется больше. Да, такой странный выпуск. Сам не звонит и на мои звонки не отвечает. Я очень скучаю по нему и по-прежнему верю, что он просто испугался ответственности. И со временем все поймет и вернется. Он верит в то, что он меня любит, что он меня обожает, что он там скучает по мне, фотографию мою пересматривает. Я думаю, что у нас будет все хорошо. Вот до чего доводят людей романтические фильмы и эдиты в тиктоках. Сделайте эдит побеременна в 16 с ними, а вообще охуенно будет. Сегодня мы с мамой идем на первый скрининг, на котором моих малышей проверят на пороки развития. Я много читала о всех разных проблемах при бременности двойней. И поэтому сейчас очень переживаю, все ли с ними в порядке. Так, у вас монохориальная двойня. Оба малыша соответствуют вашему менструальному сроку. Сердечки у обоих малышей бьются. По ультразвуку у нас с вами все хорошо. Мне кажется, она ни слова не поняла. Зачем еще раз второй раз она хочет? Ну, какое-то время прошло проверить здоровье их. Мне кажется, я говорю, ни слова не поняла сейчас. Да, да, она выглядит не очень. Судя по взгляду ее. Скрининг заключает в себя, помимо ультразвука, еще сдачу крови. Совокупность этих двух мероприятий у нас получается скрининг. По результатам скрининга я с вами созвонюсь и расскажу, что делаем дальше. А как вообще беременность протекает? Все нормально? Беременность протекает хорошо, малыши развиваются хорошо. Я рада, что у меня с детьми все хорошо. Я счастлива. Потому что в интернете я начитала из всяких ужасов. То, что двойни, то, что там срастаются они. Срастутся. Срастаются. И мне стало страшно, и я ждала. Что бы все равно, что... Нельзя в гугл заходить по болячкам вообще, ни в коем случае. Там че-нибудь чешется, все, пиздец. Не гугли. Хорошо. Че-нибудь чешется, не гугли. После УЗИ я решила очередной раз попробовать дозвониться до Коли. Я помню, когда у меня рука вот тут какая-то онемевшая была года-полтора. И я гуглил все время, написано, что у меня инфаркт, бля. О, господи. Я думаю, сука, инфаркт полтора года уже идет. Че за хуйня? Не один раз треснул, случился инфаркт и полтора года он у тебя проходит. За поделиться с ним радостью, на телефон по-прежнему не отвечает. Я отвечаю. Похоже, он добавил меня в черный список. Не знаю, как мне все это выдержать. Пока я звонила, к маме пришла соседка и тетя Катя. Они с мамой часто сплетничают. Я знаю, что про мою беременность и Колю тетя уже в курсе. Коля, Арин, послан, ничего не надо. Да. Как, ничего не надо? Ничего не надо, говорит. Подружка. Ну, похоже. Там встретились, там поругались. Это какой-то дом интересных людей, я заметил. Да, очень интересные. Попробуй его припугнуть. Необычные. По-хитрому как-нибудь. А как припугнуть? Все было побоедно, согласен. Спасибо, Наталья. Надо в полицию тебе. Ну, тебе говорю, все было побоедно, уже не насилово. Че, Энка? Я половину слов не понимаю. У тебя все нормально? Я тоже не понимаю. Да, сейчас, чтобы... Ой, подруга, я даже не знаю. Ну, я попробую его припугнуть. Может, подействовать? О, правильно. Припугнуть? Да, припугнуть она хочет. Полиции. Нужно поговорить с Колей, напугать его, чтобы он понял, что я не шучу, и жил с семьей, и все нормально. Ради Оренки. Все было по-обоюдному, он же ее не носил. Но она-то может теперь по-другому сказать. Да. И все, там уже как бы слово против слова. Но обычно, мне кажется, за девочку просто поверят. Потому что, как бы, че выяснять? Возраст. Все, пошел нахуй. Не знаю, о чем они говорили с тетей Катей, но сразу, как она ушла, мама попросила у меня Коли номер телефона. Наверное, собирается ему позвонить. Ну и хорошо. На меня он трубки не берет, может, хоть маме ответит. Для чего еще спрашивают номер телефона? Да. Только для того, чтобы позвонить. Мама Арина. Здравствуйте. Лежит с кошаками, блядь. Ну, я вроде Арине уже все сказал. Я тебя очень прошу приехать и поговорить со мной. Это важно, очень. Ну, давайте на следующей неделе поговорим, так как я в Москву скоро уезжаю. Ладно, когда приедешь с Москвы, тогда... А он тоже такой, знаешь, сговорчивый. Ну да. Айкью не вывозит, что можно не приезжать. Он такой, ну ладно, через неделю-то да. Ну, я встречусь, конечно, и поговорю. Ну, стрёмно, конечно, то, что я услышу, но бегать я точно не буду. Мужик! Нормально по-мужски, действительно. Ух! Через неделю. Хороший будет отец. Да, да. Мама мне рассказала о телефонном разговоре с Колей. И всю неделю я с нетерпением ждала, когда же они наконец встретятся. И вот сегодня утром мама сказала, что Коля приехал и готов встречаться. Я хотела пойти с ней вместе, но мама не разрешила. Да, она так нормально. Сказала, нет, то, что это там важная церковь будет, будет важная встреча. По-матерински. И поэтому меня оставили дома. Ля какой! Разговариваешь с Колей, я хочу одна, а Ринка не нужна, там она эмоционально себя воспринимает. Факты, факты. Она будет перед мешой. Да, правильно. Что теперь дело будет? Ну, как получилось? Вообще-то я не планировал. Это, может, она планировала. Я ей говорил, что это... В смысле ты не планировал? А ты еще не знаешь, что у нее будет двой? Опа! Пока еще не знаю. Да, представляешь? Пока еще не знаю. Пока еще не знаю. Я пока не хочу знать, пока не знаю. Или в тюрьму. Я не шучу. Ты меня понял? Да, понял. Чтобы Орел этого не знал. Я этого враговала. Жестко, как в Игре Престолов. Да, да, да. В Игре Престолов. Ну, прям в реальности тайны такие у них. Ничего себе там. Блин, прям сериал жесткий. Да, да. Шоки, что? Угроза. Еще плюсы двойни. Ну, а какой теперь-то есть выход? В полицию как-то неохота, да и сидеть тоже неохота. Так что, ну, получается, буду ее терпеть. Он очень скучный, он не хочет скидывать, поэтому он будет делать, чтобы не сесть тут. Ну, они просто интеллектом, как Иван Золо. Они поэтому напрямую говорят все. Все, вот все, кто здесь есть в выпуске, все как Иван Золо. Ну, Иван Золо же, он тоже ничего никогда не скрывает. Он все как есть, так и говорит все время. Да, да, да. Как он, когда мама вернулась, зарабатывает 100к? 100к? Ну, может он... С таким интеллектом. Мне интересно, кем он работает, я что-то не помню. Ну, не знаю, вахтовик какой-то. А, ну, в вахте как будто меньше 100 не зарабатывает. Ну, да. Чего толком не рассказала. Просто сообщила, что все прошло хорошо. Я надеюсь, что разговор мамы с Колей подействует на него хорошо, и что он вернется. Он осознает, что я ему нужна, что мы будем вместе. С начала второго триместра токсикоз меня резко отпустил. Я стала нормально есть и чувствую себя отлично. Я делаю все, что делаю в обычной жизни, забывая о том, что я бремя. Коля пока так и не объявлялся. Если честно, я уже начала терять надежду. У мамы спрашивать ни о чем не хочу. Думаю, она сделала все, что смогла. Опять пропал, черт. Ого. Кто знает? Коля. Серьезно? Да. Она типа не знает. Она типа не знает. Да, да, да. Че, серьезно, блин? Че, серьезно? Алло. Алло, привет. Привет. Лапац на курточках мне понравится. Поговорить надо. Блин, это она же выпуск посмотрит, все узнает. Ну, что мама с ней его подговорила. А-а-а-а. Ну, может, у нее телека нету. Может, она не знает, что она снимается где-то. Да-а-а. Встретится. Когда и где. Давай приходи через 2 сих парка и тут поговори. Да, хорошо. А че за 2 часа, че он будет делать? Стоять. Сходи. Стоять там 2 часа. Беди себя там хорошо. Не надо там маму ничего. Не выделывайся. Поговори. Нормально. Да, хорошо. Не выделывайся. Надеюсь, что мы померимся, что мы будем уметь, что у нас будет своя семья. Эти 2 часа тянулись жутко долго. Я приехала в парк раньше времени и еле дождалась, когда появится Коля. Но ему решила свою радость от встречи не показывать. Ого. Так. Ну, что ты звал? Ну, что ты звал? Расставил все точки над «и», короче. И решил помириться. Может быть, дальше что-нибудь будет. Попробовать постараться. Так мы вместе? Ну, как бы, да. У меня радость и счастье. Блядь, это пиздец. И все, и у нас будет семья. Сразу в голове первое. Первое, что пролетело в голове, это семья. Семья. Я, конечно, благодарна маме за то, что она поговорила с Колей. Но думаю, что он и сам просто осознал, что любит меня. И хочет растить наших детей вместе. Я по-настоящему счастлива. Я ненавижу этот выпуск, почему-то. Мне кажется, очень мило, все по-доброму. Ой, сейчас там попрет. Сейчас он будет туда-сюда бегать. Наконец-то семья воссоединилась. Двойня в безопасности. Отец зарабатывает 100 тысяч. Представляете? Да, да. Это же вообще крутяк. Сейчас лебнет опять. Хэппи-энд будет. О, да, не верю. Если дети друг друга не съедят внутри. Все возможно. Либо кто-то кого-то. Да, они друг друга съедят и беременности нет. Да, да, да. А он такой, блядь, они обманули. Да. Кирсанов. У меня уже 21-я неделя беременности. Чувствую я себя просто прекрасно. У меня появился небольшой живот, а недавно я почувствовала шевеление. Если вот, как врачи объясняли, в животе шевелится один ребенок, то здесь у меня их два, и они у меня в двух разных местах могут шевелиться. Ой, ой, ой. Ого. Я все-таки решила продолжить учиться и поступила в техникум пищевого производства. Правда, учусь я там пока дистанционно, и мне это нравится. С Колей у нас все хорошо, хотя он практически здесь не появляется. Жесть у нее, мама. Он по-прежнему работает в Москве, а приезжает только на редкие выходные. Мне его очень не хватает. Я хочу с ним жить, я хочу свадьбы, я хочу, чтобы он мне сделал предложение, чтобы мы просыпались вместе, чтобы я ему готовила кушать, чтобы мы воспитывали детей вместе. На самом деле, так сказать, на нее, в принципе, приезжать даже не особо охота. Кошмар. Сегодня у меня второй скрининг. Жесткий выпуск, конечно. Он чисто с ней сидит, терпит, чтобы в тюрьму не попасть. Как ей 18 исполнится, съебется сразу. Да, он сразу просто съебется. На нем я узнаю полдетей. Я очень хочу девочек. А Коля говорил, что хочет мальчиков. Было бы прикольно, если бы у меня было и девочек, и мальчик, но 98% однополые, двойные рождаются. Поэтому, будь кто будет. Будь кто будет. Наконец-то я узнаю, кто там у меня живет. Мальчики или девочки. Блин, у меня попа такая плоская. Ну что, сейчас посмотрим, кто у тебя здесь. Хоть бы девочки. Чего будут мальчики? Я здесь вижу мальчиков. Два мальчика у тебя будет. А я буду сама рожать? Не я за тебя. В твоем случае, скорее всего, что будет кесарево-сечение, потому что монохориальная двойня, то есть одна плацента, в связи с этим род разрешают путем кесарево-сечения. Ну, мальчики так мальчики. Мальчиков нам не хватает всегда. Надо ты знообразить девочек мальчикам. Доктор так же сказал, что с моей религностью все хорошо и что малыши развиваются соответственно сроку. И это самое главное. Как только я вернулась домой, сразу решила позвонить Коле, чтобы обрадовать. Ведь он хотел мальчиков. Да мне похуй вообще. Да, да мне похуй вообще. Я терплю. Да, привет. Алло, привет. Да, да, мне похуй вообще. Я сегодня ходила на УЗИ, у нас будет два мальчика. Ммм, понятно. Ммм, похуй. Ну, типа, радость, мальчики, два мальчика. Ну, прикольно. Ну, чуть-чуть рано. Ты когда приедешь? Немножко, да. Через день. На потом уеду. Матерь помогать. А может, я с тобой поеду к твоей маме? Я с ней познакомиться хочу. Давай приеду, поговорим. Мне кажется, что его отношения ко мне несерьезные, потому что его мама с котом станет бабушкой, и бабушкой, и сразу двух детей. Но он меня с незнакомить не хочет. Хорошо, хоть Том приезжает. Надеюсь, мы поговорим, решим все вопросы, и начнем, наконец, нормальную совместную жизнь. Согласен. Вот это первый выпуск, кстати, уже половина аж прошла. Да, затягиваю, да? Скажи. Да, да. И они еще до сих пор вместе даже не пожили. Да, да, да. Ох, блин, интересно. Выпуск прям летит. Летит, летит. Ой, фукер, да ты так же выглядишь, господи. Коли наконец-то приехал в Кирсанов. Мы уже второй день не расстаемся. И для меня это настоящее счастье. Я так хочу, чтобы он не уезжал. Она такая милая. И мы всегда были вместе. Коль. Ой, там крем какой-то зачахлый. И мы всегда были вместе. Ой, смотри на этот крем ужасный. Что с ним происходит, блядь? Ну, крем и крем, ну, красивенький крем, нормальный. Да, блевать, тянешь. Коль, когда мы жить вместе будем? Чуть порезе. Чуть порезе. Чуть порезе, когда? Да ты никогда не заработаешь. Ты меня вот этим вот своим... Я скоро заработаю? Точнее, никогда. Бесишь меня уже, раздражаешь. Хорош. Успокойся, Вась. Ебай! Я сказала, что ты снимешь для нас квартир. Без царапанный какой-то. Если ты не снимешь, то сейчас... Я с ним не буду. Я говорю, пиздите вообще. Счастливого пути. Да. Счастливого пути. Почему-то Нефёдова семью представляю. Не знаю почему. Вот нынешнюю, после обзора про Нефёдова, что-то как-то... Да. Осадочек до сих пор. Когда говорили у Нефёдова, тоже вот тут стояло что-то. Нету денег и всё такое. Мне это категорически не доело. Все живут вместе. Почему бы мне, если бы не жить вместе? Почему он этого боится? Ну и у*** отсюда, чтобы мои глаза тебя не видели. Ну а чё ты ведёшь себя как в***? Как? Фу, у неё такая оборотка, ужас. Так, а чё тут происходит? Что их зад***? Руки распускает. Он там жить не хочет. Я сколько раз говорил, чтобы себя так вести не надо. Она беременна. У неё уже приличный срок. Хочу бабу на Новый год? Ты себя так ведёшь. Чё? Хочу бабу на Новый год у неё, Майка. А, да? Да, ты видишь? Я с ней связался. Если бы можно было бы, конечно, всё вернуть, я бы даже эти отношения не начинал бы я. За свои поступки надо отвечать. И он всё равно за него ответит. Просто так ничего не пройдёт мимо. О, Аткин, спасибо за подарок. Всё бесполезно. Коля снова ушёл, и я чувствую, что он никогда не будет со мной. Ну хочу уже, чтоб сошлись. Ну да! Пока ему это говорит, что всё наладится. Но я в это не верю. Никто в это не верит. Да наладится. Я позвонил Коле, договорился о встрече. Я единственный буду верить. В их любовь. Да. Она должна, что-то, химия какая-то в один момент произойдёт. Да. Хочешь с ней всё обсудить насчёт будущего вообще, совместного проживания. Какие вообще планы? Коль, вам надо расписаться. Если тебе не нужны проблемы с полицией, дорогу ты должен снять квартиру и обеспечивать Арину. Да. И своих будущих детей. Чтобы вы были мужем и женой, Арине об этом разговоре знать необязательно. С работы, если что, я тебе помогу здесь. Ты меня понял? Да, понял. Всё. У них только один вариант жить. Я не вижу каких других путей. Глеб, я не по-детски. Ну, конечно же, придётся её расписываться после таких заявлений. Глеб, я не по-детски. Коля мне неожиданно позвонил и предложил встретиться. У меня особо нет настроения его сейчас видеть, но поговорить нужно. Вдруг он понял, что был неправ. Надеюсь, он попросит прощения за своё поведение. Привет. Привет. Держи. Зачем она мне? Подарок. Зачем она мне? Красивая. Чтоб ты опять пропал. Примирение. Да нет, я вот решил расписаться с тобой. Наросить, подать. Как же это натужно. Решил расписаться. Чё ещё? Ну, кольцо где? На колено. Хотела красивые кадры. Роллы. Хотела там, не знаю, фату, платье. Торс. Чтобы... Не, ну, ебать у неё запросы. Ну, это жёстко. Я бы на роллах так остановился. На её месте. Ну, и на его. Роллы и свечки. Да, и всё, и нормально. Это были. Чтоб было всё классно. Свадьба это дорого. Давай просто распишемся. И всё. Я всё равно счастлива, что Коля осознал, что он делал мне прибыль. Приложение, что я стану её живой. Блин, жалко её. А свадьбу потом отметим как-нибудь. Я, конечно, не так себе представляла предложение руки и сердца. Жалко девчонку. Но это не так уж и важно. Главное, что мы наконец... Ну, потому что у неё классный самет. Сейчас они распишутся. У них будет... Не, ну, она хочет... Будет счастлива. Нормальную свадьбу. Да хуй там, блядь. Они же все бедные там. Так он 100к зарабатывает. Где они? Да, точно он на неё тратить не будет. Он всегда сказали 100к и вечно нет денег у него в итоге. Он просто откладывает, наверное, на чёрный день. Да, откладывает. По-любому день в розетке прячет или в диване. Сто процентов, чтобы элементы потом элементы не прячет. Элементы. Будем по-настоящему вместе. Сегодня у нас с Колей очень важный день. Мы станем мужем и женой. Он специально взял в Москве 4 выходных, чтобы расписаться и побыться рядом со мной. На роспись мы пошли вдвоём. Мама работает, а больше нам никто и не нужен. Ого, у меня платье шикарное. Коль, ты рад? Да. 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 Я очень рада, что этот день настал. А мы с Аней хоть и расписывались просто тоже, но мы в ахуе были. Мы такие едем, такие ебать. Да, у нас дофамин хуячил. Мы такие как под наркотиками. Да, вообще. Мы такие да. Не, расписались мы классно, вообще очень дофаминово было. Дофамин прям ебашил. Мы такие счастливы были. Да, мы в ахуе были. Мы прям счастливы были. Ну и свадьба в Майнкрафте. Свадьба в Майнкрафте, да. Ну ничего, ничего. В Эквадоре, чтобы получить второе ПМЖ, надо там пожениться. Да. Нам ещё раз надо будет пожениться. Такое правило. Вот так что всё будет, не в Майнкрафте. Наконец-то я буду его женой. Он теперь от меня никуда не убежит, никуда не денется. Он теперь только мой. Он теперь только мой. Я как-то не особо этого хотел. Ну из-за проблем, на что только не пойдёшь. После ЗАГСа мы пришли домой. Мама накрыла проху. Мне нравится его прямота, открытость. Да, он всё правдывает. Ну из-за проблем, на что только не пойдёшь. Правда, никого, кроме нас, не было. Даже Алифа и та ушла на какие-то очередные курсы. Ну и хорошо. Она бы только всё испортила своим занудством. Какие планы теперь на внуши? Где жить собирать? Ну, думаю, заработать чуть-чуть и всё остальное. Ебать у них стол, конечно. 25 недель беременности. Ждать нет возможности. Вон у них винегрет. Так. Яблоки порезаны, торт. Апельсины порезаны и банан порезаны. И колбаска вон есть. Колбаска где? Да, можно вот колбаску поесть яблоком или винегретом, или тортом. А где колбаску ты видишь? Вот справа. А, справа. Вот тут вот, ребята, на тарелочке. Да, да, да. А, потому что, мам, мне толк тебе интересует ещё. Эть. Жду, когда твой муж будет теперь, уже муж законный будет, помогать. Покупать своей беременной жене фрукты, витамин. Факт. Ну, щас, с делами дома. Ну, щас. Ой, блядь, заебали. Вот привязались-то, а? Он всего лишь хотел быстрого секса. Ну, вообще странный. Чего, реально просто секса хотел? И у него мозг тоже не особо-то работает. Говорит, презеративу я против, больно. Потом такой, ну, она сама, ребёнок ещё, пусть рожает, там, разбирается сама. Да, да, да. У него вообще, чё, несёт, не понять, чё, всё время. Он как ребёнок. Ну, да, инфантильчик. Да, да. Ну, следующий, как я и получил. Ну, как будто на развитие лет пять. Да, да. У него никогда нет денег. Я ему оплачиваю дорогу. Постоянно даёт денег. Он, то маме поможет, то ему ещё чё нужно. На арену нет вообще никаких. Что мам по этому поводу думать? Ну, я ещё пока ей не говорил. Потому что к этому вопросу надо подготовить. Ну, она щас заплачет как будто. Дай мне номер её, я щас ей скажу. Не, она как будто такая, чё происходит? Чё, о чём они говорят? Покупали конкурс. Не надо пока. Нет, дай мне номер телефона. Я хочу, чтобы она была в курсе, что ты женатый человек. И что у неё будет, внуки. Ну, как говорится. Говорил. Он всё в крысу пытается. Да, да, да. Сами думайте. Ну-ка, ну-ка. Алё. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Это кто? А я мама Арины. Звоню, чтобы сказать, по-моему, а вы в курсе, что у вашего сына будут дети от моей дочки? Такого быть не может. Это бред. Бред не несу. Он её законным муж стал. Вы знаете? Прикинь, для неё шок. Вы знаете. Чё-то он там ездит куда-то, а уже дети и женат. Да, да, да. Жестяк вообще. Да, новость, конечно. Ещё двойня, блядь. Да. Я даже не знаю, что вам сказать. Я вам больше скажу. У них будет двойня. 25 недель беременности уже, это точно. Я звоню, чтобы чё-то решить с вами. Коль вам не рассказала, я хочу, чтобы вы были в курсе. Помогай как-то. Вот фукер его защищает в чате. Кого? Такого быть не может. Ему же никто никогда не давал. А тут такой сюрприз. Сюрприз. Волнуется парень, волнуется. Фукер как будто, ну, сам себя защищает. Фукер, это не ты снимался случайно? Я думаю, это он снимался. И отмазываешься тут сидишь. Ага. Крик души чувствую просто. Звоните. Этот бред я слушать не буду. До свидания. Почему я должна нервничать? Сколько можно тоже. Когда-то мне нужно успокоиться. Меня и так передрях столько, что я уже... Эмоции мои закончились. Не надо, дядя! О, бросил трубку. Это что, нормальная реакция твоей матери? Ну, я спасибо. Она говорит, что это все бред. Спасибо. Я предупреждал. А о чем? Надо было подготовить их. Что не надо звонить, я сам с ней поговорю. Блять, у нее такие волосы, они все блестят. Там в чем-то. Да-да, ой, кстати, да. Еще они такие жирные. Чертельные червяки переползают. Я очень возмущена. У них у всех такие. Я думала, у него адекватно, а мать. Ну, как тут все будет нормально? Но она мне слов не дала сказать, собрось утром. Меня расстояла реакция мамы Коли. Но мне... Главное, что Коля мой муж, а я его жена. И теперь Коля будет только моим. Никакие его мамы уже этому не помешают. Супер! Коля будет моим! На следующий день Коля уехал в Москву. Я попросила у него денег, ведь живот растет. И мне нужна новая одежда. Он обещал выслать в ближайшее время. Я верю, что он сдержит свое обещание. И я! Он хорош. И я, и я! Просто он в ахуе! Моим малышам уже 26 недель. Чувствую я себя хорошо. Только живот становится с каждым днем еще больше. Жесть, какой гигантский! И от этого мне тяжело. Страшно? И появился страх. Я стала бояться переведнуться или что-то не так сделать. Поэтому мне приходится просыпаться ночью. Прикинь, споткнуться! Споткнуться и упасть, да? Ебать! Был бы я беременный, я б год не вставал. Я бы думал, ну нахуй сейчас день спотскользнуть как. Да, и на пузяру. И вылетят они у меня между ног сразу. Переворачиваться на бок. Как мне хочется лечь. И ложиться обратно спать. Я начала разговаривать с детьми. Постоянно им рассказываю что-то. Мы с мамой уже даже имена мальчикам придумали. Решили назвать их Миша и Коля. Я хотела посоветоваться с Колей по поводу имен. Но он мне по телефону сказал, что ему все равно. После нашей росписи он еще ни разу не приезжал. И никаких денег тоже мне не переводил. И меня это все просто... Имена не нравятся? В смысле? Миша и Коля, по-моему, круто. Да ладно, нормально. Николай Николаевич, Михаил Николаевич. Миша и Миша было бы смешно. Было бы вообще круто. Миша один, Миша два. Ты себя. Меня злит это сражает. Это школьное все по***. Я хочу нормального отношения ко мне. Мама меня во всем поддерживает. И я ей за это очень благодарна. А сегодня она предложила мне поехать рожать в Москву. И это очень круто. Очень круто. Наконец-то клубы начнутся. Да. Потому что на Коля надежды нет. Он ничего не делает. Ну, значит, надо будет искать, созваниваться. Завтра все узнавать. Потому что нам нужно, чтобы все было в порядке с детьми и с тобой. И, конечно, можно родить и здесь. Но я считаю, что нам надо поехать в Москву. Там медицина лучше. А решить будет кесарем. Мне 16 лет двойнее. Поэтому для меня это все страшно. И тем более у нас там родственники живут. И я хочу... Сестренку больше не показывают, заметил. Сестренку, да, нету я. Она родила в Москве. Мне будет так спокойно. Ну, сестренка бесячая. Я очень рада, что дети родятся в Москве. Они родятся в столице. В большой мегаполисе. И я очень счастлива, что это произойдет. Они родятся в мегаполисе, в столице и уедут домой. Да. Толку от этого, что они там родятся. Ага. Ну, на будущее при переезде. Да. Как будто в другую страну уехали гражданство получать родами. Ночью я, как обычно, последнее время спала плохо. И все мечтала, как поеду в Москву. Обязательно позвоню сегодня Коле и расскажу о наших с мамой планах. Думаю, он тоже будет этому рад. Где твоя кола? Выпила. Ого! 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 Нихуё! Да, Алёна, что делаешь? Посуду мою. А что случилось? Да вот я с Санькой в каменных рядах гуляла. Там в кафешке. Коль твоего увидела. Здесь он как-то сидит. Ты серьезно? Да, у меня фотка даже есть. Скинь, пожалуйста, фотографию. Да, сейчас. Давай. Аня, не бойся, мы с тобой, чё? Аня, не бойся. Мы с тобой. Они с тобой. Сидит с другой бабой, когда я дома жду беременную. Чё там сказали? Баба, с бабой в кафешке сидит он. А, нихуя он, блядь, мачо. Да, мачо, мачо. Это просто жесть. Я ведь даже не знала, что он в Кирсанове. То есть он приехал и мне не сообщил. Просто не представляю, что я сейчас с ним сделаю. Мне нравится вот эта интригующая музычка. Он попивает кофеёк. Очень злостно. Куда он смотрит вообще? Ну, он думает, где она? Да ты... Ты никто просто в этой жизни. Он до сих пор не знает, где она заметила? Да, да, да. Куда-то смотрит сюда. Ищет глазами, видишь? Я не должен перед тобой что-то... Должен. Я твоя жена вообще-то законная. По закону. Вообще-то я женился из-за того, что мама пригрозила твоя. Да он охренел. У меня сейчас настолько больно. Примота. Я его ненавижу и терпеть уже не могу из-за этого. Жаль, дамы тут не показали. Буду жить без него. Воспитаю детей без него. Правильно. А мама? Не могу поверить, что она так могла со мной поступить. Давай, рассказывай, что случилось. С хуйом-то случилось, вот что случилось. Захожу, он там сидит, чей гоняет. Пиздует. Может, удаляться везде, нахуй. Папой. Сказал, что... Сказал, самое главное, то, что... Расписался со мной из-за тебя, кстати. И, короче, сказал, что ты угрожал им полиции. Арина, я просто хотела помочь вам, чтобы все было нормально. Я же не зла тебе желать, ты понимаешь это? Ну, вот тебе нормально, вот я рада. Я считаю то, что все из нее. Потому что, если бы не она, было бы все еще хорошо. Мы бы не рухались, и... Возможно, нас уже и не было. И я так не страдала сильно, как я страдаю на данное внимание. Мне жалко свою дочь. Но я считаю, что я поступил правильно. Я все равно настаиваю на своем. Я не знаю, что делать. С Колей у меня все кончено. И маму я теперь вряд ли смогу простить. Впереди я вижу сплошной мрак. Мне сейчас очень плохо. Я вообще не верил, что так может быть. Как? Я думала, они реально будут до конца. Эх, Артем, любишь ты верить в любовь? Пу-пу-пу. У меня уже начался третий триместр беременности. Я сильно набрала весе, прибавила уже 20 килограммов. Нифига себе. Мне кажется, стал просто огромным. И иногда мне тяжело даже наклониться. И вообще из-за живота тяжеловато ходить стало. Если раньше я могла очень быстро ходить, то на данный момент я этого не могу делать. Потому что у меня там два ребенка, они начинают шевелиться и сильно шевелиться, чтобы мне не давать это делать. Я просто начинаю задыхать. Нет, мама убирается. Бунт. Хуярим в пузо. Хуярим. Пеу-пеу-пеу-пеу. Меняемся местами, брат. Миша, Коля. Бум. Переворот. Поэтому из дома я практически не выхожу. Да и настроения гулять совсем нет. Коля с тех пор так и не объявлялся. Сначала я жутко злилась на него, а теперь хочу, чтобы он вернулся. И даже готова его простить. Но он опять не отвечает на мои звонки. Почему ты не берешь с меня трубку? С меня трубку. Когда ты выйдешь на связь. Блядь, страшно. Меня это раздражает. Ужасно? Да, столько голосовых ему накидал. Я бы ее забанил сразу. Да, ну и забанил, блядь. Я думал, ой, и забыл, и все. Нахуй это слушать, да? Это жестко, да? Страшно. Когда? Че ты опять шумишь, нервы трепешь своим детям? Зачем ты это делаешь? Я не трепунькаю. Что это делаешь? Че опять? Я не трепунькаю. Я не трепунькаю. Ну, он на связь не выходит, меня это бесит. Трепунькаю. Ну, кто знал, что он такой *** покажет? Никто не знал. Ты должна подумать о своих детях, а не о том, Коле, чего там и куда. Понятно? Я знаю, что мама права. Я еще, конечно, злюсь на нее, но понимаю, что она все делает ради меня. Без нее я бы точно не справилась. Ну, она и материально помогает, и физически, и морально, и вообще во всех планах. Вот, то есть, по сравнению с Колей, Коль ничего не делает, а мама делает все. Она мне их колю не все изменяет. Да. Я не знаю, как она будет с детьми, потому что сейчас, мне кажется, она никак вот не может. Сейчас пока без меня она шаг ступить не может. У них еще квартирка маленькая, где там эти двое будут ползать? Ну, это, потом она вырастет в типичного этого... Интересно, у нее есть инстаграм? Мужское, женское, потом она попадет. Да, да, да. Через лет пять. Через лет пять, да, будет. Детей у нее заберут органы опеки. Да, инстаграм, да, интересно. Поещите, что-нибудь есть у нее? Как она там зарабатывает? Я уже перестала дозваниваться до Коли. Сама понимаю, что он не ответит. А вот мама неожиданно решила поехать к информатике. Я тоже хотела, но она меня отговорила. Куда поехала? Потому что они ни помощи, ничего, они меня везде заблокировали. На телефон и звонки никто не отвечает, ни в социальных сетях. Я поехала с Голоколей. У меня мама арена. О, приехала к ней. Я поняла, что вы мама Арины. Проходите. Как мы будем решить? Как она поняла адрес? Детей растить, кормить, поить. Значей счет. Ну, вообще-то она ваш ребенок. Да, а Коля ваш что? Да, Коля будет помогать. Когда? Ну, это мы с ним сами решим уже. Нет. Сами решим, когда будем помогать, блядь. Оля, вы... Я с тобой приехала за 100 верст вот так дару. Вам сколько лет? 50. Это 50 лет в таком ***? Вам саму не стрёмно? Вам не нравится? Нет. Ну, знаете, тогда я вас не держу. Вы знаете, в чем проблема? Надо работать. И если вы не можете работать, надо оставить свою сумму. А что, тюрьма уже не работает как угроза? Тюрьма уже нет. Он же поженился на ней. А, да? Тогда не работает тюрьма? Ну, наверное, да. Поженился на ней. Пиздец. Вот это лайфхак. Да. Или еще как работать. Вы... лайфхак. И что? Дальше что? Вы как будете помогать детям? Меня интересуют деньги. Ой, ну, знаете, помогать детям. У меня он не один. У меня есть еще дети. Которым надо тоже помогать. У меня нет денег на данный момент. Мне жалко Коля, мне жалко детей. Окей, но я же не солнышко. Я не могу обогреть всех. Как это? Не в том возрасте, чтобы как бы еще этих содержать. Я не дам вам тех. Так, давайте вы не будете сейчас орать. Это, во-первых... Я буду делать то, что считаю лучше. Это мой дом. Я вам еще... Пусть дыра. Не надо. Закройте рот, пожалуйста, сейчас. Я не закрою. Вот и идите отсюда тогда. Понятно? Мне не бойтесь. До свидания. До свидания. До свидания. Она как будто сказала... Дэм. Дэм. До свидания. До свидания. Зовешь своего сына, и мы будем решать вместе. Я не уйду отсюда. Я решу сейчас вопрос. Когда вы будете обеспечивать детей? Давайте мы закончим это. Нет, мы не закончим это. Пусть касси, вы посмотрите. Я не буду. Пусть заваривать. Зовите своего сына. Мы сейчас за круглым столом обсудим. Я не буду общаться. За круглым столом обсудим. Рыцарь круглого стола. И не буду я ничего делать. Не будете? На такое отношение я не буду. Вы будете делать. Не буду. Я вас заставлю это делать. Раз вы его сыну сыну. Меня заставить делать? Да. Это ваш ребенок. Да? Да. А Коля ваш сын. И что дальше? Моему ребенку 16 лет. А вашему... Так никто не заставлял ее раздвигать ноги в 16 лет. А вашего тоже в свою мутавельку вставать. Так, естественно. Что же вы ничего не делаете? А что я должна вообще делать? Да, она это неправильно парировала. Она говорит, вашу дочь никто не заставлял раздвигать ноги. Она говорит, а вашего сына тоже никто не заставлял доставать хуй. Да, вот так надо было реально. Не, она так и сказала. Ну, только получилось же, что их никто не заставлял двоих. Ну, да. Ну, хуевенько как-то. Не парировала, да? Ну, как-то нихуя толку орать не было. Ребеночка. Да, в 50 она очень плохо выглядит. Да? Да. Надо было как-то... Ей как будто, не знаю, 75. Почему 50? Ну, да, что 50 жестко. Вообще, конечно, да. 55 вроде. 50 вроде. Объяснять ребенку, что да, когда ты ложишься с парнем в постель, от этого могут быть дети. Надо как-то объяснять это. Не, а как? Как объяснять? А сыну своему не надо объяснять, презервативно использовать. Надо меня трогать. А то что? О, у бабушки сосок торчит, смотрите. О, сосок надо. Не надо меня трогать. А то что? Ой-ой-ой, реально. Ой-ой-ой-ой-ой. Сладенька. Я мне бы его все на ней трогать. Поняла? Сладенька. Нихуя себе у них, конечно. Семью ее убивают. Да-да-да. Смею ее убивают. Вот я, трон. Ты голодка перегрызу, понимаешь? О, все-все. Расчленять сейчас будет в ванне. Обоих. Все. Еще. На, нахуй. Пидоцил, б***ь. О, по... Ой-ой-ой. За жопу кусает, за жопу кусает. Понятно. Хорош снимать это все. Уберите отсюда. Я т*** тебя. Я троню тебя. На реальных событиях. Бег отсюда. Четвертую стену бабка поломала нам. Да. И, б***ь, я сошла, что сейчас... Свет за пятьдесят каши сломали, да? Пошел, отпустил мне руку. Что мать, что сын. Одного поль ягодки. Операторы с кайфом снимают. А они просто думают, так, нам вмешиваться, но это поломает четвертую стену или нет? Мы как бы выдаем это за реальность или, б***ь, можно вмешаться? Да. Яма, и они в этой яме сидят. Ничего они не будут делать. А он для своих детей ничего делать не будет. А после увиденного мне от него даже денег не нужно. Я ему могу подавать. В среду я не подаю дурной тон. По субботам буду. Короче, я ненавижу эту семью. И вообще в моей жизни их просто нет. Они для меня ноль, без палочки. Все просто. Да, конечно, дочка преподнесла сюрпризикой ей. Вчера мама вернулась поздно. А утром рассказала мне про все, что произошло. Ну а после обеда к нам неожиданно заявился Коля. Опа. Не факт, что это мои дети. Не факт, говорит. Не факт. Я с ДНК сделаю. Когда они родятся. Уже все в ход пошло. Нихуя себе. Все, что можно придумать, уже пошло. А прикинь, мне кажется, это не его дети. Да, ну ладно. Разъем, да, будет? Берю своим ушам. Коля ведет себя как настоящий козел. Прекрасно знает, что это его дети. Но будто бы специально меня выводят из себя. И у него это отлично получается. Я просто в бешенстве. Не думала, что она кажется таким подлым человеком. Ковер, мать, идея подала. Да, да, да. Упокойся. Мама, наверное, настроила против. Стоим. Без нервов, слышишь? Без нервов. Страшно? Ля-ля-ля. Смотрите, не куем. Что это происходит? Не знаю. Без нервов. Ты слышишь меня? Да я поговорю с ним сейчас сама. Дети не твои. Я с тобой все это время бываю. Без рука. Бываю. Без рука. Без рука. Без рука. Как последний. Не, ну жесткий выпуск. Не напишу. Успокойся. Жесть он инфантил. Такой момент я его просто хочу убить. Я не знаю, что еще с ним сделать. Я терпела долго. Я руки не распускала. Но он пришел мне и говорит, сделаем тест ДНК детям. Ебатья, курточка, конечно. Извините, был. Красивая. Больше никого не было. И ты говоришь, что я изменяю, и что дети не твои. Я его просто ненавижу. Пусть теперь только попробуют хоть на метр приблизиться ко мне. И к детям я его тоже не подпущу. Ой, конец почти. А что тут даже расписано по таймингам? Прошла неделя. Я все никак не могу смириться с тем, что Коля оказался таким подлецом. И что самое ужасное, что я все равно по нему скучаю. Мне даже самой страшно признаться себе в том, что я все еще надеюсь на него. Хорошо еще, что сейчас не так много времени думать о нем. Роды приближаются, а спеть нужно массу всего. Мы с мамой уже купили почти все, что понадобится малышам на первое время. На следующей неделе мы поедем в Москву. О, колясочку купили. Третий скрининг я пройду там. И я хочу, чтобы до нашего отъезда у меня все было готово. Ну хорошо, что ее хоть мамка булить перестала. Ну да. Если она вообще ее булила. Ну говорит, била ее, обсирала. И сестра, и все. Ну что-то резко вдруг все перестали. Ну сблизились, наверное. Ну наверное. Проснулось что-то у нее такое. Да. Беспокойство. Ля, не Москва. В Джалл с мамой приехали в Москву и остановились у наших родственников. А уже сегодня мы идем к врачу на третий скрининг. Надеюсь, что мой постоянный психоз из-за отношений с Колей никак не повлиял на беременность. И с малышами все хорошо. Арина, у вас два малыша. Так. Да, она знает. Первый малышочек лежит с правой стороны. Ага, другой слева, наверное. Коловкой вниз. Ага. Сейчас мы послушаем сердечко. Не надо спойлеры писать в чаке. Второй малышочек лежит головой вверх. Вот здесь. С левой стороны. Ну-ка забаньте спойлерчиков. Нет, спойлеров нету. Просто спрашивают. Могут спойлеры ответить. Не надо никаких спойлеров. А нам на прошлом музеи говорили два мальчика. Ну, что у нас будет. Посмотрим, да. Сейчас мы посмотрим. Для вас сюрприз. У вас две девочки. Блядь, пол поменяли, пацаны. Одна девчонка там. В прошлом выпуске тоже пол поменял пацаны. Девчонка. Можете посмотреть. Как это происходит вообще? Вот растет пацан, стал девкой. А, так вообще всем пацаны изначально девки. Ты не знал? У вас сначала женские гениталии, потом перестатки. Не, ну у них был пацан, а стал девкой. Ну не знаю. Не, ну да, у пацанов они когда рожаются, молокой надойдет. Да. Да, да. А еще если с гормонами что-то там не так, то может у мужика молоко пойти. Нихуя. Ну на, вот блин. Хотите мужского молока? Я все сделаю для этого. Сейчас сегодня хорошо. По кровотоку тоже все хорошо, водичка в норме. Водичка в норме. Мы рады. Я все время сходила на силу мальчиков, а тут мне говорят, что у меня две девочки. Я ж купила все на мальчиков. Как так-то? Блядь, реально. Да, это конечно не жданчик. Но на самом деле я рада. Ведь сначала я очень хотела именно девочек. И вот моя мечта сбылась. После УЗИ я сдала анализы и пошла на прием к врачу. И там меня ждал очередной сюрприз. Из-за не очень хороших результатов анализов, мне порекомендовали лечь в больницу на сохранение. Не зря я спешила купить все для детей. Как чувствовала, что до родов домой могу уже не вернуться. Мать. Почему? Все купила, успела. Молодец. Респект. Вот какая-то хуйня началась. Я уже целый месяц лежу на сохранении. У меня ничего не болит. Только живот иногда подтягивает. И в целом чувствую я себя хорошо. Хочется уже поскорее бы все вот это вот закончить и перейти на новый этап материнства. Я чувствую себя мамой. Я беспокоюсь о детях уже на данный момент. И поскорее бы с ними встретиться, чтобы уже ухаживать за ними самой. И все делать для них. Жесткая. Коля за все это время так ни разу и не позвонил. Он даже не знает, где и что со мной. И я наконец понимаю, что его это просто не интересует. Мама ко мне постоянно приезжает. И я этому рада. А вообще мне уже ужасно надоело здесь лежать. И я надеюсь, что меня... Мне кажется, Виталик вот как-то вот так сбежал из семьи своей прошлой. Ну, может быть, да. А где у него два ребенка осталось? Да, прикиньте, Виталика два ребенка есть, если вы не знали. Вот она же может на алименты, да, подать? Да, только развестись надо. Да? Да. Пустят до родов домой. Тем более, что я действительно чувствую себя нормально. Ночь прошла как обычно. А утром со мной начало происходить что-то непонятное. У меня в животе что-то лопается. Из меня течет ручьем вода. Меня отправили на осмотр. На осмотре врач сказал, что у меня преждевременно отошли воды. И значит, надо рожать. На меня надели специальный халат, поставили КТГ и повезли в операционную. И у меня начались схватки. Да. Никто не помогает ей. Это по ощущениям, это ***. Ну, он там долго лежит. Никогда, никогда не хочу больше эту боль ощущать. В операционной мне сделали укол в спину. Но из-за схваток я его даже не заметила. И только потом поняла, что не чувствую ног. Я спрашиваю, я рожаю вообще? Мне говорят, да, ты рожаешь? Вот, но ты ничего не будешь чувствовать. Я чувствую, что мне как будто в живот растягивают. Как будто специально берут и тянут его. Мне не было боли, но я чувствовала это. И потом вдруг я слышу крик. Это такое классное ощущение. И мне достают и показывают мою родную дочку. Сначала одну, а потом вторую. Анна, Анна. А вторая кто? Александра. Анна и Саша. Анна, Александра. А потом детей унесли, а меня отвезли в реанимацию. Так как мне делали кесарево сечение. И хоть мне сутки предстоит провести под капельницами без моих девочек, я все равно безумно счастлива. Ведь я стала мамой. Я счастлива, я лежу такая, все, я так делаю наконец-то. Это какое-то непередаваемое ощущение. Я просто счастлива. Люди, что могут? Черт. Детей достала. Моим малышкам уже три дня. Из-за того, что они родились недоношенными, у них не раскрылись легкие. И они не могли ни дышать, ни есть самостоятельно. Поэтому первые двое суток они провели в реанимации под трубками. И меня к ним пускали только несколько раз в день. И то ненадолго. Я постоянно плакала. Укол не ходила. Мне реально было больно. Потому что дети лежат в реанимации. И ты не можешь ничему помочь. Ой, беденька. Расстроглась. Их перевели ко мне в палату. И я считаю, это вторым днем рождения Ани и Саши. Так мы с мамой решили назвать дочек. Красивые красивочки. Теперь я начинаю осваивать все необходимое по уходу за детьми. Кормлю смесью. Так как после операции мне колют антибиотики. И молоко детям давать пока нельзя. Сама чувствую себя неплохо. Первые дни после операции было очень больно. Но сейчас мне уже гораздо лучше. После родов прошла уже неделя. А мы все еще в больнице. Это все из-за того, что мои малышки родились недоношенными. И первые дни проявили в реанимации. Но сегодня нас наконец выписывают. Да, горели мальчики, стали девочки. Коля, я тоже дозвонилась, чтобы сообщить, что он стал папой. Но его эта новость не впечатлила. Когда я спросила, приедете он на выписку, он сказал, что он не приедет. Черт. Он говорит, не надо. Он не хочет этого всего. Бедная девочка. На выписку я не мог приехать. Ну, помогал матери. Как он помогал, блядь? Ну что, как научилась? Да, более-менее получаться стало. Он всегда мамой отмазывается. Да, он матери помогал своей. Не знаю. Может быть, кто-нибудь поможет. Маменькин сыночек. Но постарайся сама. Я думаю, получится все. Ну что, пойдем? Готова? Да. Ну и она как будто взбодрилась, стала поактивнее. Да, спасибо большое. Поздравляю. Какие маленькие. Спасибо. Как же я рада их видеть, даже Алину. Она-то, в отличие от Коли, приехала. И я из-за этого очень благодарна. Круто. Семья сборит. Да, хоть не одинокая. Ну, есть подозрение у меня, что вытянули к хэппи-энду за бабки. Ну, специально просто отсняли так. Думаешь? Ну, есть подозрения, да, какие-то у меня вот что-то вот. Ну, опять, типа, все идет, как бы, ну, бать ему дак. Но в целом, хэппи-энду. Девчонки, рожайте. Вот сейчас такие будут фразы, я уверен. Да, обычно так. В вечеринке болят, но все идет. Все нормально? Да. Когда я взяла ребенка, были очень странные ощущения. Она была очень легкой, и я боялась ее уронить. Ну, это вообще прикольная сеструка. А как они отвечают Анну от Александры? Это на жизнь для меня. И у меня эмоции такие самые такие теплые, нежные. Аришка жалко, конечно. Она расстроилась, что Коль не приехала. Она ждала до последнего, что у него сыграет отцовские чувства. Да, конечно. И она, конечно, не расстроилась очень. Она ведь мне подала. Да у него три IQ. А, цвет кулька, ну да. По запаху. Мы что, поедем? По запаху они как-то партнерасты разобрались? По приколу поменять местами имена. Да, мне кажется, ты путаешься поначалу. Как-то Анна, а кто Александра, блядь. Надо ошейники. Ошейники? А, надо браслет на ручку. Да, вот. Когда мы с дочками уезжали из роддома, я для себя точно решила, что Коли для меня больше не существует. Раз ему не нужны наши дети, значит, он для меня пустое место. Мы уже две недели как дома. Развиваются малышки хорошо. К счастью, никаких проблем из-за недоношенности больше не появляется. Но вот справляться мне с ними пока очень непросто. Я поняла, что материнство – это реально тяжелый труд. А в моем случае – в двойном размере. Да. Один ребенка поел, может заорать. Второй ребенок поел, тоже может заорать, потому что колики в животе у них. И одного успокаиваешь, второй орет, второго успокаиваешь, первый орет. И бывает такое, что они даже вместе орут. Мама взяла отпуск на работе и сейчас полностью во всем мне помогает. Если бы не она, думаю, я бы точно ни с чем не справилась. Второй, ты не сниваешь? Нет, еще там вода. Чуть-чуть, 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 мой сладенький. Ты одежду туда приготовила? Да. Вот какую я приготовила. Ага. Поднесла уже? Неси. Положай, они пока в кроватку. Ну, мама молодец, помогает, на самом деле. Потому что сейчас муж платил. Да, да. Арина с детьми сейчас сложная, у нее ничего не получается. Она их не может успокоить, не высыпается. Но я думаю, что это вот сейчас перебарит, она и все будет нормально. Вчера решила отправить поле фотографии дочек. Подумала, вдруг в нем проснется хоть что-то человеческое. Но он мне даже не ответил. Да. Когда я была беременна, я верила в том, что он изменится, что он будет со мной. Во все я верила, во все сказки. А сейчас я считаю, что *** у меня такой уже не нужен. Пошел он ***. Правильно. Правильно. У нас такое отношение ко мне. Туда его, на элементы, элементы его разобрать. На элементы, да. Может быть, наконец-то отстанут от меня, я сыплюсь. Разобрать на элементы. Поймут, что все окончено. С Алиной у нас после родов отношения улучшились. Она даже иногда соглашается помочь мне с детьми. Чего смеешься? Она забавная. Да-да, очень. Она всегда накуренная сестра. То есть сестра вот она похожа. Как думаешь, на меня или на Колю? Друг на друга. Они обе. Они не похожи, ты чего? Дальше, Саша, смешно стало. Я рада, что мы с Алиной стали ближе. Теперь я понимаю, что мама с сестрой и есть моя настоящая семья. Да, ура, наконец-то. Эх, думаю, мама с сестрой не очень-то рады. Моим девочкам уже исполнился месяц. Что они семья с ней. И я полностью вжилась в роль матери. Кормлю я по-прежнему смесью. Сначала кормить грудью было нельзя. А потом у меня молоко почти пропало. Но я не расстраиваюсь, мне даже так удобнее. Я вернулась к учебе и все свободное время посвящаю урокам. Надеюсь, закончить технику, можно найти хорошую работу. Да, одни девочки. Я хочу работать и буду. Вакансию подать, чтобы работать, чтобы жить в кайфе. Коля за этот месяц так ни разу к детям и не приехал. Я уже точно решила развестись. А сегодня он приезжает к нам, чтобы завершить еще одно важное дело. О, приехал! Предлагай такой вариант, ты сейчас напишешь отказной, что ты отказывайся от Анны и Александра. И мы тебя оставим совсем в покое. То бишь, никаких алиментов, ничего тебе не будет, тебя никто не тронет. А что так? А в 18 лет, бульдарень, она разведется с тобой и все. И гуляй. А что она взамен попросила? Отказную от детей. Если ты переживаешь насчет тюрьмы, тебя не посетят. Я еще раз говорю. Что за деньги? Чтобы деньги платили, как мать или одиночки. Ты не нужны, напиши, ты отказ. Ну уж, если вы так хотите, могу написать. Да уж, я вам хорош. Могу написать, что? Он всегда такой, блядь, ну типа, ну такой, чтобы в глазах касаться крутым. Ну раз вы уж так хотите. Ну раз вы уж так хотите. Ну ладно, блядь. Одолжение сделал, блядь. Пиши. Пиши отказ. У меня проще. Я такой-то такой-то паспорт на данный. У тебя паспорт с собой? Да, блядь. Отказываюсь. Бук диктователь, будешь писать? От Мельниковой Александры Николаевны. И Мельниковой Англии Николаевны. А разве эта бумажка что-то дает? Гей, как он счастлив. Он такой, фух. Он прям мечтал об этом. Он, может, теперь презерватив хоть научился надевать? Нет. Нет, ты че, какой презерватив? Мельниковой Аримовны. Точно не про него. Ну, наконец, надеюсь, они меня не больше не будут доматывать, так сказать. Доматывать? Я до последнего не верила, что он согласится написать отказную. И сейчас я реально рада, что он валит из нашей жизни навсегда. Я никогда не пущу больше. Если вы хотите детей, но не уверены в мужчине, то не стоит его держать. Просто отпустите. Мужчину не держите, говорит. Да, мужчину не надо держать. Да, если вы хотите детей, ну мужчину нахуй. Детей главное, девчонки. Самое главное детей повесточка. Надо еще говорить. Типа, девчонки, а если вы не родите, вы лохушки вообще. Ну вообще, блин, отстой. Зачем терпеть то, чего они не хотят, если вы можете сказать, отпустите, жить в кайф. Жить в кайф. Еее, все легко. Вот и все, отпустили, рожаем. Ведь двойня, это кайф, ребят, когда особенно живешь на пособие. Ну это же кайф чистый. Да, да, да. Мужчина отпустите, пошел он нахуй. Рожаем. Вообще, давайте, главное, рожайте, а мужиков отпускайте. Пусть будут счастливы. Все. Согласна. Согласна.